сегодня повстречал свою фотомодель зовут его григорий пастух прогуливался здесь между арцизом и глинкой вижу едет на бричке или как это правильно называется но в общем ослик его везет ослика зовут миша если ехал он со своей любимой зовут аня говорю давайте вас фотографируем горит и меня уже фотографировал два раза я что серьезно как зовут гриша да да хорошо горе есть у меня твои фотографии сейчас да хорошо внимание сейчас секундочку ничего страшного есть так тебя зовут гриша а тебя анечка да сейчас секунду сейчас так снимаю а ну гриша иди к ней иди к ней так обними ее вот так да 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 вот так и к ней поближе да хорошо хорошо чуть не закрывая не закрывай не закрывай так хорошо снимание моргать хорошо сейчас еще сосликом иди сюда встань вот так вот да 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 есть хорошо хорошо молоды так ну что наверно придется идти фотографию давать а что делать красавица сейчас сейчас фотография нашла своего героя да а ну подержи гриша так вот двумя руками одну фотографию эту пока стороночку я сейчас я секундочку я сейчас секунду есть все фотография нашла своего героя даже две сейчас мы положим туда аккуратненько иду я что-нибудь снять на кинопленку хочу снять на просроченную кинопленку еще советских времен на вот эту камеру красногорск 3 такая она металлическая только она весит три с половиной килограмма некоторые кинооператоры сравнивают ее с весом автомата калашникова и а такому сравнению как бы противлюсь но примерно вот такой вот вес на фотопленку я снял обязательно нашего героя сегодняшнего григория с его любимой они так что вот такая вот получилась встреча неожиданная пришлось вернуться назад домой я говорю ну как красавец да красавец говорит еще какой говорю ну поцелуйтесь обнимитесь пару снимков и на кинопленку снимал как они там целуются обнимаются мы часто не замечаем таких людей в нашей скоротечной жизни таких простых им тяжело порой конечно тяжело рассказал мне гриша что у него проблемы с ногами в общем а так где увидите поздоровайтесь с ним скажите видели мол потому что у него нет интернета эти фотографии только увидел сегодня взял у него номер телефона наконец-то у них один телефон на двоих но люди такие позитивные добродушные никуда не спешат попросил сфотографироваться пожалуйста позируют такие вот улыбаются немножко матом разговаривают это не без этого как бы понимаете да идем вот тут речушечка такая красивая когда было на воде не буквально метр от моста вниз наверно может полтора почти доставала вода есть видео где я снимал мост отремонтировали недавно был в ужасном состоянии поколки вот этот мост крайне конечно он как я вижу не соответствует своим характеристикам в плане безопасности людей потому что вот смотрите вот в этом месте вы не спас никакого человека до отбойник вот этот просто куски машины какие-то нам части от машины еще вот так вот шел бы здесь человек или группа людей было бы не колоссо не помню точно я фотографировал еще на пленку вот так вот наши мосты здесь что у нас здесь наверное такого же качества отбойник ну так что вам судить я считаю что надо делать по более серьезные эти отбойники а еще что хотел сказать может быть кто-то из вас нашел лопату он потерял григорий очень сожалел вернулся искали они искали лопату где-то в районе глинка и арцизам ближе туда к заправочной станции или в районе заправочной станции они потеряли лопату так что кто нашел на обочине лопату знаете это это их лопата гриша и они тут речка совсем сухая коровушки спокойненько переходят себе на другую сторону и все вообще водички нет но было видно что было наверно то были сильные дожди водичка прибывала по чуть-чуть так на счетчике у нас семь с половиной осталось метров уже убран урожай здесь была пшеница насколько я понимаю такие наши буджакские степи красивые как далеко видно все люблю когда далеко видно просторы как я уже говорил до горизонта и направо до одинокие растения воды немного но для животных овечек коровушек коз это питье прохлада возможно придется идти километр наверное еще туда я иду вдоль речки но не вижу пока ни одного мостика чтобы перейти на другую сторону если что придется идти до бетонного моста а еще один кричит прям так предупреждает идет тут сел сейчас к нему пленки у нас мало осталось пять метров летает и улетает не догонишь хочется поближе снять 5 штук там собралось вижу же два улетели два взмаха крыла их уже нет конечно я иду не как профессионал охотник или там профессионал фотограф там в камуфляже ползу чтоб мне не было видно а просто иду с камерой блестящий болтаю в всю громкость в всю громкость прикольно сказано а тут они сидели отдыхали лягушек ловили видимо и улетели немножко дальше туда за поворотик за изгиб речки ничего вижу овцы надо немножко пленки оставить овец снять для вас так ну что немножечко снял аисты или журавли я честно говоря не разбираюсь в общем большие пернатые птицы пролетели возле меня к себе не подпускают очень далеко метров 200 наверно 150 наверно ближе не смог подойти замечают летают еще и птички их предупреждают какие-то птички начинают летать сразу возле меня и летят к ним туда и смотрю так уже все сполошились и полетели отсюда мимо меня пролетели поиздевались короче хорошо это барашки здесь овечки козочки два стада прям 3 даже получается что и человечек на ослике сейчас мы это все и снимем вы сами отсюда да 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 так красиво как зовут спасибо Спасибо, сейчас еще крупненько. Хорошо, спасибо большое. Все, Саш, спасибо большое, до свидания. Фух, все, снял еще одного пастушка артистского. Приятные люди, трудяги, на таком солнце палящее. И вот немножко хожу, уже устал. Так что вот так вот. Увидимся дальше. Фотосъемку сегодня делаю на фотоаппарат F70 Nikon. На пленку Аквависта. Ой, птичка. Мертвая птичка. Тут было столько воды, что пацаны тут рыбку ловили. Камбушеви. Даже не помню, может были, но чуть-чуть. Сейчас все позарастало прям. Камыш, как тот бамбук. Только у нас. У меня речка подсохла основательно. Водички надо, надо. Дождей надо. Сейчас мы находимся возле солнечных батарей. Небо затянулось облачками. Надеюсь, пойдет дождь. Хотя по прогнозу вроде не должно быть. Всем, кто был со мной до конца, я очень рад. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Будем дальше где-нибудь ходить или ездить. Посмотрим. Фотографировать что-нибудь точно будем. Все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова